Государство создало столько ловушек, их так много, что человек непросвещенный, он их просто не видит. Если человек начинает о чем-то догадываться и находит одну из ловушек, то он обязательно попадает в какую-то другую, и та другая его настигает. Поэтому речь сегодня пойдет не о тех ситуациях, которые я рассматривал во взаимоотношениях в современном нашем мире, когда мужчины поражены в правах, когда женщины лишаются полноценной семьи, считают это нормой и даже радуются этому как-то отчасти. А сегодня мы пойдем речь о здоровье, о здоровье человека. Эта лекция, она достаточно серьезная и достаточно важная, но при этом я предвижу неслабые взрывы пуканов, потому что в вашей голове это может в принципе не вместиться вообще никак. И я это понимаю. Так вот, то, с чего я начал. Государство, оно позаботилось о том, чтобы ты сдох тем или иным путем. Существует много вариантов для этого. И каждый выбирает свой вариант. И так или иначе идет этой дорогой, и она обрубает наши жизни. Если так, это схематично и очень упрощенно сказать. Ты не задумывался никогда над тем, что... Вот представь, что ты в детстве находишься в глубоком, и тебе дают попить... Ну, что ты любил в детстве? Вспомни, в детском садике, в школе. Ты любил, скорее всего, какао, да? Сладкое какао. Любил сладкий чай с булкой. И вот ты бы никогда не стал пить ни какао, ни булку, есть с этим сладким чаем, если бы тебе сделали простую вещь. Тебе бы взяли просто какао, насыпали в кружку, залили кипятком, но какао тебе сделали без сахара. То есть, его тебе дали в том виде, в котором оно было. Или заварили тебе чай в том виде, в котором он был без сахара. Ты бы сразу же выплюнул, потому что это дрянь еще та. Она обладает горечью, и вообще любой ребенок, он просто ни за что не будет эту бурду пить. Ребенка обманывают только тем, что ему вбухивают в этот напиток, офигеть, сколько сахара, и ребенок это пьет. Я не говорю сейчас про Кока-Колу, потому что это и так избитая банальная тема. То есть, то содержание сахара, которое кладется в Кока-Колу. И как человек пьет этот напиток, и он ему нравится, и маразм достигает такой вершины, что напиток холодный рекламируют зимой в России на Новый год. Вам не кажется это конченным маразмом? Я просто сейчас говорю о маразме. То есть, зимой, когда человек хочет разогреться, ему предлагают выпить ледяной напиток. И преподносит это как вариант нормы. Но возвращаемся обратно к какао и к нашему чаю. Я сегодня расскажу тебе о том, как... Фактически сегодня я тебе помогу выжить. Я сегодня сэкономлю тебе до хрена денег. Я сегодня тебя сделаю здоровым. Я сегодня исцелю тебя. Это не сделает никто другой, кроме меня. И раз уж на меня выпала такая участь, я ее сделаю, как это делаю я обычно на своем канале. Когда я говорю чистую правду и делюсь своими слушателями, самым важным, самым сокровенным. Так вот, ты слышал наверняка, что есть такой диагноз в медицине, в видетососудистой дистонии. Практически всем он был поставлен, этот диагноз, практически в раннем детстве. Чем он характеризуется? Внезапные там полуоборочные состояния, головные боли, мигрени, перепады давления. Ну, то есть слабость, там такое совершенно бессилие. Полный пипец. И знаете, медицина наша работает по той схеме, что она думает и гадает, от чего это происходит. Непонятно, откуда это все случилось и как это произошло. И как в моей этой жизни было. У меня, например, были периодические головные боли, мигрени. И я не могу сказать, что я страдал от них. Но когда я приходил на какой-то очередной медосмотр, когда мне врач задавал вопрос, на что жалуетесь, я так собирался с мыслями и думал, что меня реально беспокоит. Ну, бывают иногда головные боли, говорил я. И врач мне говорил, а, головные боли, ну, ты знаешь, есть решение этой проблемы. Есть таблетка цитрамон или аскофен. Когда у тебя начинается приступ головной боли, не терпи. Сразу же принимай эту таблетку, ба-бам, и тебе будет хорошо. И знаете, я принимал, я делал, как мне говорил врач, и это работало. Мне реально становилось хорошо. Я выпивал таблетку аскофена, я помню, и становился просто живчиком. А еще они советуют, говорят, когда у вас сильная головная боль или падает давление, или что-то в этом роде происходит, выпейте крепкого горячего сладкого чаю. И я делал это то же самое. И делал я это до тех пор, пока в один прекрасный момент я не ощутил, что у меня прогрессируют какие-то боли в области сердца. То есть сердечные боли. Казалось бы, с чего бы в таком возрасте раннем меня беспокоят боли в области сердца. И плюс вот эта вот метеозависимость, как это говорят. Знаете, я прислушиваться начал уже. Магнитные бури, блин, все, меня уже будет колбасить. Я знал это. И вся проблема, вся эта херня с вегетососудистой дистонии, которую решают врачи тысячелетия или, ну, не тысячелетия, а последние столетия. Это я уж неправильно сказал. Последние столетия они там копошатся и не знают, как ее решить. Что за проблема? Мы не знаем, как это решается. Найте вам таблетку с кофе на бамс. Она вам будет помогать. Я сегодня вам скажу, как это решается элементарно и просто. Конечно, может быть, в вашей голове это не будет подобно какому-то взрыву, да, и вы не воспримите эту информацию прямо так вот сейчас, потому что я бы ее тоже не воспринял бы в свое время. Но это не лишает эту информацию, ее правдивости. Все дело всего лишь в одном ингредиенте, который вы употребляете с детства. Это кофеин. Да-да. Кофеин. Я не буду углубляться в историю. Я просто скажу, что кофеин – это наркотик, стопроцентный наркотик, но который не убивает вас мгновенно, а который убивает вас постепенно. Потому что вся вот эта мировая хрень, которая настроена на то, чтобы загубить как можно больше человеческих душ, скажем так, да, она поняла, что людей выгодно уничтожать не сразу, не так вот, чтобы, знаете, как пулей бахнуло, и сразу человек упал. А выгодно, что человек, когда страдает постепенно и подыхает, не сразу. Когда он мучается, когда он занят своими болезнями, когда он страдает, в этом состоянии он не способен ни сопротивляться, ни думать, ничего делать. И я сейчас не говорю о том, что этот рецепт поможет человеку, который употребляет никотин и этанол, то есть алкоголь. Если ты употребляешь хоть в каких-либо количествах никотин и этанол, то в принципе вот это все мои объяснения, они тебе не помогут. То есть я сейчас разговариваю с тем человеком, который не употребляет никотин вообще и не употребляет этанол в любом виде. То есть ведет чистый такой образ жизни. Но иногда он любит зеленый, черный чай, кофе, там иногда шоколад, иногда любит какао и так далее. Так вот кофеин, вся причина, все вегетососудистые дистонии, проблемы с головной болью, проблемы с мигренями, проблемы со сном, утренняя сонливость, простуда, давление повышенное, пониженное. Это все связано только с одним ингредиентом, с кофеином. И ты поймешь после вот этой лекции, ты поймешь, почему так много везде кофеина. Почему он везде просто разлит. Во всех напитках, которые ты пьешь с самого своего детства, присутствует именно он. А я упомянул, например, про утреннюю сонливость. Да, но тут человек скажет, ну как же так? Ведь кофеин – это как раз-таки средство преодолеть эту утреннюю сонливость. Но все работает не так. Все работает не так. Кофеин, как я уже сказал, является наркотиком. А наркотик – это такое вещество, которое первично стимулирует нервную систему, вгоняя ее в состояние определенной мобилизации, стресса, выжимая из твоей нервной системы соки, образно говоря. А затем происходит это как такая синусоида, происходит спад работы твоих всех органов, в том числе твоя нервная система. Происходит спад, который называют алкоголики, например, похмелье, похмельный синдром, когда наступает такая полная опустошение, полная такая прострация. Так вот, кофеин, каждая чашка кофеина, она обладает своей цикличностью. Я говорю именно чашка кофеина, потому что кофеин содержится абсолютно во многих напитках. Это какао, соответственно, шоколад содержит кофеин. Это сам кофе, это зеленый черный чай, это таблетки лекарственные типа аскофена, цитрамона и, собственно, напитки типа кока-колы тоже содержат кофеин. И вот каждый стакан, содержащий кофеин, он вызывает резкий скачок всех систем твоего организма. И это даже не столько является какой-то там эффектом бодрости, это является эффектом отравления организма. Потому что если ты откроешь любой медицинский справочник и посмотришь симптомы, которые сопровождают любое отравление, например, ты выпьешь раствор какого-нибудь уксуса или ацетона, то все характеризуется примерно одинаково. Повышение давления, учащение сердцебиения и так далее. То есть все симптомы, они практически одинаковые. Вот эта вот бодрость, о которой ты говоришь, это и есть типичное отравление просто малой концентрации кофеина, скажем так. Затем твой организм начинает работать активно. Все органы твои, они начинают работать на то, чтобы вывести яд из твоего организма. Именно поэтому человек бежит в туалет поссать. То есть потому что вся система начала работать, происходит мочеиспускание, потовые железа работают. Ну все, все работает, чтобы вывести этот яд. Максимально эффективно и максимально быстро. Это как с алкоголем. То же самое. Вплоть до тошноты, вплоть до рвоты иногда бывает, когда ну такой серьезные дозы уже бывают. Затем, как только организм избавился от яда, ну или максимально его подавил, этот яд, наступает период от того опустошения. То есть той как бы сухость во рту, вялость, когда какое-то непонятное состояние, ты думаешь, опять надо бы догнаться, опять сон, опять слабость, и опять надо выпить чашечку кофе или чашечку чая. И вот это работает именно так. От чашки к чашке. Ты ничем не отличаешься от алкоголика, который от бутылки пива к бутылке пива, и там иногда бутылку водки, иногда, ну или стакан водки там и так далее. То есть чередует там. Иногда латте, иногда капучино, иногда там зелененький чаек, да. Это не имеет никакого значения. Если ты говоришь, что ты, например, пьешь редко эти напитки, ну, например, раз в неделю или еще когда-то, то ты все равно находишься в этой зоне риска, потому что кофеин выводится из организма крайне долго. То есть, ну, первично он выводится быстро, но для того, чтобы полностью очистить организм, требуется очень длительный период. Поэтому есть такая, кстати, книга американских исследователей, которые достаточно честные ученые. Я их нахожу, поскольку это прямо отражение моей жизни. Они проводили исследования с 50-х по 80-е годы. Книга называется «Кофеин или бодрая смерть». Но я эту книгу прочитал после того, как я сделал отмену кофеина в своей жизни. В чем заключается... То есть я рассказал, как работает кофеин. То есть он дестабилизирует все системы твоего организма, он выводит их из строя. И таким образом твой организм находится в постоянном стрессе. Находясь в постоянном стрессе, твой организм лишается твоих собственных сил, которые он должен тратить, ну, на нормальную свою жизнедеятельность. И поэтому где тонко, там и рвется. Соответственно, если у тебя там есть склонность к каким-то сердечно-сосудистым заболеваниям, то там начинаются проблемы. Там проблемы какие-то с отечностью, с одышкой. У некоторых желудок начинают болеть и так далее. То есть начинают системы организма отказывать. Врачи это называют вегетососудистой дистонии. Они борются не с причиной, потому что они находят кофеин безвредным препаратом. Современные врачи. Они борются с последствиями. То есть они буквально латают, ну, например, в трубе появилась дыра, они пластырь на нее клеят. Вместо того, чтобы просто, так сказать, заменить полностью трубу на новую, потому что она уже пришла в негодность. Нет, они просто не думают об этом. Будут бесконечно отклеить этот пластырь. И поэтому все работает именно так. И ты настолько привыкаешь к этому напитку, потому что я понимаю, сейчас в башке происходит полный переворот, потому что ты с детства его пил. Ты с детства его употреблял. И он для тебя практически как вода. Такой же и натуральный. Если копнуть в историю, то просто, я не буду сейчас долго об этом разговаривать, вот кофеин появился, ну, буквально там с 1600 какого-то года в Англии впервые. И до этого его не было вообще нигде, кроме Индии. В Индии кофеин находился в чайном дереве, в чайных листиках, и его употребляли исключительно как наркотик и при каких-то там чрезвычайных ситуациях. То есть это не было напитком для постоянного употребления. Но потом, как мы знаем, после того, как в Великобритании случилась революция, которую совершили, сами знаете кто, когда установилась парламентская республика, и монархия была фактически упразднена, осталась там какие-то номинальные всякая хрень. Так вот, с этого момента появились и джентльмены, и появился вот этот кофеин. Мне попадался, кстати говоря, такой документ, когда я изучал эту тему. Женщины, они, когда еще в том старом, добром, патриархальном мире, когда их мужей подсадили на вот эти чай, на вот эти кофеи, были вот бары, где они сидели и гоняли чай и кофе. И женщины, ну, друг с другом начали советоваться, и они недоумевали, что происходит с их мужьями. И есть документ, его в принципе можно найти. Сейчас вот надо поискать в гугле, обязательно найдете. Они выступили с каким-то типа билем, или каким-то обращением, с требованием, что мы просим принять во внимание, что происходит с нашими мужьями. Наши мужья засиживаются в барах, у них, они постоянно пьют там, сидят чай и кофе, тогда еще не пили, так вот алкоголь, как нам преподносится сейчас. И они перестали быть сильными, как говорили женщины, то есть у них исчезла мужская сила, то есть они стали, образно говоря, такими дохликами, то есть они трахаться даже не могли нормально. Вот, то есть такие полуимпотенты какие-то стали. И пропала мужская сила, то есть они говорят, мы теряем своих мужчин. То есть это был первый сигнал SOS, но это сигнал SOS, он был неуслышан, и индустрия дальше запустилась вот это. Оттуда появился у нас английский чаек, так называемый. Это как сейчас, вы знаете, легализуют у нас марихуану, пытаются легализовать там в некоторых странах. Сейчас мы еще воспринимаем это как некий, ну, стандарт какого-то бреда. Но пройдет время, и будут также фасовать марихуану в баночки, в красивые, будут писать, что это там высококачественная марихуана, что это проверенное качество, производитель гарантирует, что и так далее. То есть будет все это реклама и так далее, все это будет висеть. Поэтому в тот период напиток, содержащий кофеин, чай и кофе, он воспринимался как нечто инородное. И поэтому даже вот было такое вот женское движение в защиту своих мужей. То есть женщины по-честному пытались вернуть своих мужей из этого вот дерьма, в которое они окунулись. И в России, кстати, в России никогда не было вот этого кофеина. Всегда был Иван-чай, испокон веков. И его пили русские люди, пили напиток на меде, который был повсеместно распространен. Никаких чаев не было просто. Потом, конечно же, ввезли в Россию чай. И понимаете, как всякий наркотик, он очень легко прижился, потому что человека даже, ну, особо даже рекламировать не надо. Ведь обратите внимание, вот многие компании табачные, они дают бесплатно там свои тестеры. То есть у них есть агенты, которые подсаживают на наркотик своих людей. С чаем и кофем та же самая история. То есть угостить тебя бесплатно. Завтра ты придешь и купишь уже сам. То есть зависимость происходит достаточно интенсивно. Вот. И поэтому, что я хочу сказать, что я вам гарантирую, я вам гарантирую на 100%, что если вы исключите этот один продукт кофеины из своего рациона питания навсегда, то у вас никогда не будет проблем со здоровьем, которые я перечислил. Никогда. То есть это я просто гарантирую. То есть у меня у самого исчезли все головные боли, все проблемы в области сердца, всякая утренняя сонливость. То есть это значит, что я могу, например, лечь в 3 часа ночи, проснуться в 7 утра, и я просто как огурчик. Мне вообще похер. Я могу работать целый день. У меня вообще нет никакой усталости. У меня исчезли абсолютно простудные заболевания. То есть они бывают раз в году из-за идиотской эпидемии гриппа, когда просто инфицируются все. Я тогда могу иногда поболеть, но я переношу болеть совсем по-другому, не так, как раньше. Я ее переношу легко. Абсолютно исчезают проблемы с давлением. Например, мне говорили, что у меня пониженное давление. И ты себя чувствуешь, самое главное, эмоционально стабильно. То есть у тебя нету перепадов настроения, у тебя нету какой-то полудепрессии. Вот эта вся херня, она уходит. И это всего лишь отмена кофеина. Чем его можно отменить? На чем заменить? Как я уже говорил, это Иван-чай. Он продается сейчас практически везде. Он не обладает никаким побочным эффектом. То есть я вот пью уже не первый год Иван-чай, и я прекрасно себя ощущаю. Липа. Липа тоже говорят, что она там при простуде. Все это херня полная. Липа очень приятный, вкусный напиток. Он очень слабо распространен почему-то в России. Например, в Турции его везде продают. Липа пакетированная. Абсолютно вкусный. Его можно пить без сахара. Нейтральный напиток. Офигенный. Ромашка. Ее можно пить, но она обладает эффектом таким... Склонность к кровотечению, если у кого-то есть, то вот и в этом проблема. Шалфей. Шалфей нельзя пить. Шалфей обладает таким же свойством наркотическим, как и кофеин. Я не знаю, что в нем содержится, но с него может болеть голова, например. Вот. И с него могут быть проблемы. Ну вот, собственно, и все. То есть основные напитки, какие человек может пить. Что можно заменить сладкое? Потому что шоколад мы едим все. И мы привыкли к этому шоколаду. И там вы посмотрите, сколько пирожных содержит какао, например. Тортов сколько какао содержит. И вы потом удивитесь, насколько это было... Насколько это на поверхности, как вас травят. Вот постоянно. Когда вы начнете жить жизнью нормальной, когда вас не будут травить. Это кажется, конечно, наверное, каким-то бредом. Но я говорю вам, что я через это прошел. И эта информация, она еще недоступна нигде в интернете. Я нигде это не встречал. И есть люди, с которыми я общался, и которые сделали так, как я говорил. И они мне сейчас очень-очень благодарны за то, что я просто изменил их жизнь кардинально. Но когда ты решаешься на отмену вот этих напитков, как это делал я, то надо быть готовым к следующему, что наступит синдром отмены. То есть первую неделю твое давление, скорее всего, очень сильно упадет. И ты будешь чувствовать такое полуобморочное состояние, когда ты перестанешь пить чай, кофе и так далее. В первые дни может возникнуть очень сильная головная боль. Это тоже синдром отмены. Для этого случая ты должен купить аспирин, быстро растворимый. И поскольку он не содержит кофеин, ты выпиваешь таблетку этого аспирина, и головная боль пройдет. Надо потерпеть только неделю. В течение месяца будет еще немножко так какая-то тяга возникать, ремиссия, то есть вот этих напитков, ну, как бы те, которые содержат кофеин. Но потом через месяц навсегда у тебя фактически пропадет всякое желание пить вот эту бурду кофеиновую. Просто пропадет. То есть у меня единственное, что осталось от всего этого, это запах кофе, он мне нравится. То есть до сих пор я не могу сказать, что он мне не нравится. То есть он мне нравится, но желание выпить этот кисло-горький, отвратительный напиток, который вызывает вот такое вот ощущение во рту отвратительное, и потом, ну, просто... Хотя я вам скажу, что я покупал отборные сорта кофе, отборные сорта чая, то есть я покупал все самое лучшее, я был абсолютным экспертом. У меня стояла машина прямо рядом, так сказать, с моей кроватью, кофемашина, я каждое утро делал себе латтеи и так далее. Это еще было 10 лет назад. И я невероятно счастлив, что я перестал это пить. Я просто невероятно счастлив. Поэтому вот первое время будет тяжело, но потом все встанет на свои места, и вы почувствуете такой прилив сил, и все ваши хронические заболевания, если они у вас есть, они просто перестанут вас одолевать. Вот. Это так работает кофеин. Так он работает на практике. Именно поэтому он содержится во всех этих напитках, его пичкают везде специально для того, чтобы вас всех утравливать. Это один из способов, один из ловушек таких активных, которые погашают вашу активность, ваше здоровье и так далее. Вот. Собственно, очень схематично я еще раз скажу, что эта информация, она может показаться очень какой-то абсурдной. Но это факт. Это факт, через который прошел я, и прошли люди, которые мне доверились. Поэтому я не говорю про никотин, про алкоголь. Это очевидные вещи. У меня будет видео специально о том, как легкий способ бросить пить. Про алкоголь. Но самое главное, с чего должен начать здравомыслящий человек, это с прекращения употребления кофеина. Есть еще напитки, например, Кэроп, он не содержит кофеина. Иногда его продают. Заменитель сахара – это мед прекрасный. О том, что мед, насколько полезен, об этом есть тонны информации. То, что он там при нагреве выделяет какие-то царогены, это все говно полное. Мед всегда нагревали, испокон веков на Руси ничего, и там страшного нет. Жили все здоровые, все прекрасно было, это все полная туфта. Вот. Также мед содержит органическую какую-то фруктозу, которая совершенно не стоит рядом с всякими сахарами искусственными. То есть это натуральные, даже диабетики могут есть натуральный мед, и у них ничего не бывает. Об этом есть тоже видео нормальных врачей, медиков, если хотите, все это можно найти на том же Ютубе. Вот. Вот такой вот как бы элемент питания, который кажется только на поверхности. Ну, мне сейчас, скорее всего, будут тут возражать, скажут, что на меня, например, скажут, ну, мне пофиг, я не пью чай, кофе, на меня это не действует. Да, есть люди, на которых это не действует, потому что у каждого человека есть свой ресурс организма. То есть кто-то более слабый физически, со здоровьем, кто-то более сильный. И, конечно, есть люди, которые там до 90 лет живут и курят, и пьют, и им хоть бы что. И помирают в 100 лет, а могли бы прожить, допустим, 130 лет, если бы не пили, не курили. 30 лет, но это приличный кусок жизни, знаете ли. Вот. Поэтому вопрос того, что есть люди, которые травят себя и говорят, что им, в общем-то, похер, на них это не влияет, это только иллюзия. То есть это вопрос времени и вопрос вашего здоровья. Есть люди более слабые по здоровью, и они действительно быстрее всех чувствуют вот эти яды, которые нас окружают. Поэтому вот кофеин является абсолютным наркотиком, абсолютным ядом, который действует на вашу нервную систему. Если вы изучите более подробно, об этом есть в Википедии, там, ну, если Википедия не авторитет, там, другие источники, честные источники про кофеин, не те проплаченная хрень всякая про британских ученых, которые говорят, что кофеин полезен, что он там что-то регулирует, улучшает обмен веществ. Вот выкиньте это все говно из головы. Выкиньте. Это производители кофеина. Для того, чтобы вы купили эту чашу кофеина, пили его с тем ощущением, что он вам помогает, это сделано именно для этого. Ваш организм сам стабилизируется, он сам вернется в то состояние, в котором он должен быть всегда. Потому что все регуляционные процессы, которые лежат в основе нашего организма, они самодостаточны. Это как, знаете, вот наркоман, когда он принимает дозу, там выделяется дофамин, то есть гормон счастья определенный. И когда у здорового человека этот гормон выделяется в нормальном состоянии, в каких-то там небольших дозах, да, когда человек принимает наркотик, этот дофамин вырабатывается в каких-то арифметических, геометрических прогрессиях в очень больших количествах, происходит перенасыщение этим гормоном, и, собственно, человек испытывает гигантскую эйфорию и так далее. Но потом-то наступают обычные будни, когда уже нет этого дофамина. все, кровь стала обычной с пониженным содержанием дофамина, и более того, угнетается эта функция. То есть есть резервы организма, он выработался и все. Ну, это как, например, есть резерв, ты можешь пробежать стометровку изо всех сил, но бежать там 5 километров так же, как 100 метров ты уже не сможешь. Так же и здесь. То есть ты нарушаешь свой естественный цикл, нарушаешь это под идеей того, что ты сейчас усилишь, улучшишь, ты сейчас взбодришься. Ну, зачем тебе это надо? Задумайся сам. Твой организм и так достаточно бодр сам по себе, без всяких костылей, без всяких стимуляторов. Твой организм работает великолепно. Просто не порть и не ломай его. Не мешай своему организму самовосстанавливаться. И как только ты научишься это делать, с этого момента ты будешь ощущать себя просто охрененно. Поэтому я не жду сейчас каких-то положительных комментариев, я не жду каких-то положительных отзывов, потому что это вопрос проверки. Я предлагаю каждому проверить это на собственной шкуре. Вы ничего не теряете, здесь нет никакого коммерческого интереса. Я не говорю о том, что приобрети тот продукт или купи там-то, нажми такую-то ссылку. Я просто говорю о том, что исключи этот продукт из своего рациона питания и понаблюдай в течение месяца-двух, как это изменит на твою жизнь. Но в идеале, конечно, надо потерпеть год, например, чтобы проверить, ну, как ты стал, насколько ты стал выносливый и сильный. Например, человек, когда оставляет алкоголь, надо полгода минимум, чтобы он восстановился от этого наркотика. то есть организм наш, он восстанавливается не так быстро, как кажется. И если ты чувствуешь себя очень уверенно, что ты чувствуешь здоровым, это вопрос только времени. Вопрос тогда, когда тебя наступит твой тот момент, когда твой организм перестанет перерабатывать этот яд, этот наркотик, кофеин, и когда он скажет тебе все, я больше не могу. Вот. Это схематично, что я хотел вам сказать. Эта информация, я считаю, бесценная, потому что кто вам еще это скажет, кроме как дизлайва? Всем удачи.